Вы сможете совершить знаменитый променад по социалке, увидеться с Бобром Самуиловичем, ну а также послушать уличных музыкантов и попробовать бобруйский зефир. Анастасия Холодова знакомит учащихся технологического колледжа с интерактивным путеводителем по городу. Квестбок «Знакомьтесь, Бобруйск» педагог-организатор создала для молодежного проекта «100 идей для Беларуси» и уже победила в областном этапе в номинации «Общество и социальная сфера». Я очень люблю путешествовать и когда-то такого формата экскурсию я, скажем так, поучаствовала в городе Минске. Потом стала изучать этот вопрос, оказалось, что в целом формат квестбука появился в 2016 году. У нас белорусы лишь только в Минске. Ну и вот пришла идея попробовать сделать у нас в городе. Я думаю, что это у меня получилось. Чтобы узнать маршрут, нужно отсканировать QR-код. Пешеходная экскурсия охватывает 14 мест. Среди них гостиница «Бобруйск», дом Купчихи, Кацнельсон, порт «Артур», социалистическая, еврейский дворик и костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Каждой локации есть описание и интеллектуальное задание. Прогулка рассчитана на полтора-два часа. Расстояние – 3,5 километра. Поход в кинотеатр «Товарищ» – часть программы. Учреждение культуры работает с 1940-го. Здесь даже во время Великой Отечественной не прекращали показывать фильмы. Архитектурный стиль здания «Сталинский ампир» сохранился до сих пор. В номинации «Экология» проект представил Сергей Радюк. Парень делает детскую альтернативную мебель. На этот стол ушло 150 яичных лотков и немного клеевого раствора с водой. Процесс не быстрый, но главное – не в ущерб природе. Учащийся Центр дополнительного образования детей и молодежи планирует разработать целую линейку предметов интерьера. Идея пришла спонтанно. Я люблю заниматься по пьемоше. Экология – это довольно важная тема для всего мира. Так я думаю, почему бы это не совместить. Дальше можно организовать точки сбора картона, чтобы не ходить по знакомым искать, а сразу готовый материал был. Последний этап республиканского проекта планируется в феврале. По итогу определят 20-ку победителей в 10 номинациях. Основные – энергетика, экология, агропромышленные, химические технологии. Самые гениальные работы получат специальные гранты на реализацию бизнес-плана. Поддержка и партнерство обеспечены. Ведь таким идеям места в жизни, а не на бумаге. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.